Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Луки, глава 9, с 51 по 56 стихи. Когда же приближались дни взятия Его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, что приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души. Человеческие, а спасать. И пошли в другое селение толкования. Настало время, в которое нужно было уже ему претерпеть за нас спасительное страдание. И потом вознестись на небо. Иисово сесть с Богом и Отцом. Когда наступило время страдания его и взятия от мира, он рассудил не ходить уже то туда, то сюда, но зайти в Иерусалим, посылает вестников пред лицом своим. Посылает вестников пред лицом своим. Чтобы они приготовили какой-нибудь прием для него. Хотя он знал, что самаряне не примут его. Однако же послал вестников, чтобы отнять у самарян всякое извинение. Чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь. Человеческие спасатели? Нет. Если бы он послал кого-нибудь перед собой. Поступил он. Давай заново еще. Хотя он знал. Вот отсюда начинать. Хотя он знал, что самаряне не примут его. Однако же послал вестников, чтобы отнять у самарян всякое извинение. Чтобы впоследствии они не могли сказать, что мы приняли бы его, если бы он послал кого-нибудь перед собой. Поступил он так вместе и для пользы учеников своих. А именно, чтобы они, когда увидят его на кресте, в оскорблении не соблазнились, но из настоящего случая научились, что как теперь он незлобиво перенес презрение от самарян и даже самим ученикам воспретил возбуждать в нем гнев на обидчиков, так и тогда терпит распятие не потому, будто бы он бессилен, но потому, что долготерпелив. Полезно это для учеников и в том отношении, что Господь собственным примером научает их быть незлобивыми, ибо они, взирая на Илью, дважды истребившего огнем по 50 человек с их начальниками и, будучи еще несовершенны, возбуждали Господа на мщение, обидевшим его. Но Господь, показывая им, что его закон выше жизни или иной, запрещает им, вводит их от такого образа мыслей, а, напротив, научил их переносить обиды скротостью, что означает слова, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Нет. Что означают слова, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Вот и теперь объясняю, что эти слова означают Не то ли имя говорится Не то ли имя говорится, что не приняли его, потому что он намерился пойти в Иерусалим Если так будем понимать, то самаряне не приняли Господа Потому что он вознамерился пойти в Иерусалим То не принявшие его не оказываются ли невиновными Можно сказать, что евангелист говорит так Не приняли его, и он не вошел в Самарию Потом как бы кто спросил, почему же не приняли его против воли И он не вошел, неужели потому что он был бессилен Или не мог войти, хотя бы они и не желали В разрешении сего евангелист и говорит Не потому не вошел Господь, будто бы для него не было это возможно Но потому что он сам не желал войти туда Но вознамерился идти прямо в Иерусалим Ибо если бы не было у Господа такого намерения То он вошел бы в селение Самарян И в таком случае, когда они не желали бы сего Ну давай порассуждаем Чему нас учат все повествования Чего мы для себя можем взять Было ли у тебя такое желание, чтобы тебя обидели Или какого-то человека, тебе близкого обидели И ты вот так Хоть бы тому, как говорится Огонь с неба сошел бы Чтоб его молния убила или град Такое пожелание было у тебя когда-нибудь Не помнишь Ну допускаешь такие мысли Или тебя, например, кто-то вот обидел А ты бы хотел отомстить Не припоминаешь Ты не мстительный А вот ты рассказывал В армии тебя Унижали Тебе не хотелось им отомстить Нет Ну вот и сильно страдал от этого Ну теперь и злобил Теперь все Время все лечит Но Серчал ты на них Или они тебя справедливо в армии долбили Что ты лентяй Такой был непослушный А они тебя заставить не могли Там полы, например, мыть или что-то Да нет Он просто обалдел Обалдел Стигал над тобой, да? Подшучивал Ну он тоже такой Здоровый бугарь А я как бы Хлепенький, да Ну в то время был Как барашек Барашек Весом 60 килограмм Ну а ты командиру-то на него Не хотел пожаловаться Чтобы он его Там На гауп-вахту Там Засадил За сие злодеяния Кротко все терпел, да? Как Господь наш Иисус Христос Ты уже тогда, наверное, был христианином Что смеешься? Ну поступал по-христиански Тебе Били, унижали А ты не отвечал На зло-зло Просто глаза закатил Под небо Прикинулся дурочком Тебя комиссовали Тебя комиссовали Другая история А почему? Ты же Ясно показал Взаимосвязь Между этими историями От тобой Издевались Тебе стало плохо Как бы домой охота была Но если бы Не в мочь Не в мочь Ну а если бы Не издевались Отслужил бы Или тоже Ну если бы Было все путем Конечно Ну что-то Ну ты говоришь Другая история Не другая Вот именно Если бы Над тобой Издевались Ты прокинулся Каким-то Душевно больным Прокинулся Ну у меня было Сотрясение До армии До армии Было Сотрясение Подростковом В возрасте Да И ты решил Этим И ты решил Этим моментом Попользоваться А тот Который Тебя избивал В армии Он тебе Сотрясение Мозга Не сделал Да нет Нет А ты Жалобу Записал На него Нет Просто Его никак Вы не упоминали Да Просто Ты маме Скорее Письмо Написал Мама У меня Было До армии Сотрясение Поэтому Забери Меня Так Было Дело Да Мама Прислала Бумагу Сын У меня На голову На головушку Больной У него Мозг Больной Ему В армии Сильное Сотрясение Было Больше Десяти Дней Только Голова Болела Но он Тебя По голове Тобил Этот Который Издевался Нет А куда Просто Борол На борьбу На борьбу Вызывал А он Знал Что А он Знал Что У тебя Сотрясение Да Он Откуда Знал Не Знал Ну Я думаю Наверное Догадывался Иначе Он Тебя По голове Бил Обычно По морде Бьют Унижают Что Чтобы Унизить Он Просто Обалдел А Просто Шутя Да Ну Ну Как Собаки Борят Так Играют Так Его Обалдел Надо мной Ну А тебе Что Это Страдание Доставляло Тебе Это Ну Конечно Ну Такой Бугави Но Странно Что Почему Ты Уже В то Время Был Даже Не Верующий Уже Поступал Себя Как Совершенный Христианин Потому Что Ученики Которые Решили Илии Пожаловаться На то Что Господа Так Пренебрежительно К нему Самаряне Отнеслись Они Решили Жалобу Илии Написать Чтобы Он Прислал Для Армии Как бы Комплекс Град Знаешь Такие Ракетные Установки И Долбанули По этой Самаре Как сейчас По Игиловцам И все И готово Дело А что Господь Ответил Им Вспоминай Одобрил Он Жалобу Сию Что Он Ученикам Сказал Не Знаете Какого Вы Духа Что Это Значит Думаете Думаете По Человечески Я Творю От Отца От Отца И что Он Дальше Господь Сказал Вы Не Знаете Откуда Я Пришел Что Сын Человеческий Пришел Души Не Погубить С помощью Ракетных Установка Спасти Спасти Вот И Когда Случай Был Сирии Войска Сирийские Потерпели Поражение Их Игиловцы Притесняли Бандитские Формирования И Они Были Вынуждены Обратиться За помощью К Нашему Президенту К Российской Стороне И Сразу Вылетели Самолеты И Комплекс Град Вот Так Вот По Ветхозаветнему Поступили Заступились За Слабых Так Скажем Сейчас Войска Вывели И Говорят Что Там Мир И Порядок Навели Но Игнать Тихонич Просил Говорит Возьмите Меня Не нужно Там Комплекс Установки Я просто Буду Молиться Молиться Господу Нашему Иисусу Христу И У него Была Вера Такая Что Господь Силен Вот Этих Игиловцев В Разумите Остановить Силой Духа Своего Святого Ибо Написано Блаженны Миротворцы Ибо Они Нарекутся Сынами Божьими Мысль Была Молитвой Примирить Террористов И Легитимные Власти Законные Но По попущению Божьему Игнать Тихонича Его Поблагодарили За Намерение За Активную Жизненную Позицию Но Однако Не воспользовались Сим Моментом Потому Что Несовершенны Были Так же Как Ученики Этих Христова Просто Решили Град С неба Использовать Но Господь Нас Учит Не Убивать Ибо Сын Человеческий Пришел Не губить Души Но Спасти Спасти Вот Ролик В интернете Есть Вот Этих Террористов Которых Совершали Хотели Совершить Покушение На Рамзана Кадырова Он Их Поймал И Стал Их Не Стал Их Не Сажать Не Расстреливать А Просто Их Стал При Родителях Стыдить И Дух Святой Видимо Коснулся Этих Людей Они Начали Плакать Вроде Как Прощение Примерили Что Вам Не Хватает Мечети Открыты Все У вас Есть Зачем Воевать Зачем Выбраться За оружие Вот Ну Еще Что Тебе Запомнилось Из этого Прочитанного Кто Такие Самаряне Были Язычники Они Поклонялись Неистинному Богу Вот И вот Господь Шел В Иерусалим Вот Но Путь Его Был Через Самарию Так Как Написано Почему Он Туда Не Пошел Его Не Пустили Или Что Давай Вспомним Он Послал Вестников Вестников Предлицем Своим То есть Впереди Послал Шел Шел В Иерусалим Они Пошли И вошли В селение Самарянское Чтобы Приготовить Для него Но Там Не Приняли Его По Какая Причина Почему Его Не Приняли Потому Что Он Имел Вид Путешествующего В Иерусалим Самаряне Они С иудеями Не Знались Понимаешь И Самарянково Колодца Помнишь Мы читали Говорит Иудеи С самарянами Не знаются А Господь Все равно С ней Беседовал И Все ее Тайны Греховные Открыл Я говорю Было Пять Мужей Ныне Которого Ты имеешь Не муж Тебе И Она Уверов То Что Это Истинный Пророк Господь Иисус Христос Побежал И Рассказал О Ним Все Что Это Христос Обещанный Мессия Даже Самаряне Знали Хоть и Язычники Что Бог Отец Обещал Приход Мессии Сына Человеческого Вот Ну что Поблагодарим Бога Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Иисусе Христе Сыне Божий Аминь 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 Слава